Презентация нового проекта от Ukrainian Hair Party В Академии парикмахерского искусства Владимир Тарасюк Ричард Эшфорд готовит свою новую коллекцию. Там же, эксклюзивно для нас, он дал интервью. О чем? Давайте посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Я здесь, чтобы отпраздновать 10-летний юбилей журнала «Сизарс». Это потрясающий журнал. Ему уже 10 лет в этом году. Я знаю этот журнал на протяжении многих лет, еще когда я был в команде «Видал Сосун». Я помню, как «Сизарс» и Владимир Тарасюк впервые пригласили команду «Видал Сосун» в Киев, и я был в этой команде. Ну и, конечно, когда я создал свою компанию, меня всегда поддерживал журнал. Опять, очень хороший вопрос. К сожалению, мой словарный запас русского и украинского очень небогат, поэтому команда здесь, на месте. Команда Владимира Тарасюка подбирает мне прекрасных юных моделей, с которыми я буду работать. Что важно для меня при выборе модели? Я предпочитаю индивидуальный подход каждой модели, стараясь учитывать их пожелания, потребности. Для меня очень важно дать им то, что будет выглядеть потрясающе и красиво. У нас в Академии мы используем особый подход к работе. Вначале мы определяем подходящую длину, затем силуэт стрижки, и я отбираю тех моделей, которые открыты к изменениям, готовы к чему-то новому. Это то, что я ищу в моделях. Я совершенно не переживаю. Я работаю с командой людей, которую знаю уже много лет. Каждый раз, когда я приезжал сюда, вся команда Тарасюка была рядом. Они очень поддерживали меня, тепло принимали. Со своим колористом или без него я чувствую себя здесь очень комфортно. Это мой второй дом, и я счастлив быть здесь, работать с этими людьми. Для меня большая честь работать с ними. Это сложный вопрос, ведь я был воспитан на этой школе, поэтому я не думаю, что ушел слишком далеко от стилистики, философии этой школы. Но поскольку в моей Академии собрались различные люди, мне кажется, она отличается и имеет свой особенный почерк. Как я уже говорил ранее, наш девиз – красота прежде всего. Это касается того, как мы работаем с волосами, учитывая особенности каждого клиента. Я верю в то, что все равно можно оставаться очень креативным, прогрессивным, но при этом учитывать индивидуальные особенности клиента, его черты лица, текстуру волос. Это значит ставить на первое место человека, а не технику. Уникальность нашей Академии заключается в том, что преподают в ней люди из различных уголков земного шара, имеющие опыт работы в разных компаниях. Благодаря этому, каждая из них привносит что-то новое. У нас есть преподаватели из Австралии, Японии, Бразилии, Норвегии, Швеции, со всего мира. Это очень эклектичная команда, и каждый ее член вносит свою лепту в общий котел креатива. Мы тратим довольно много времени на обучение наших преподавателей. Они не перестают при этом работать, мы стараемся совмещать эти два процесса. Мне кажется, что такой метод более эффективный, и таким образом ты постепенно меняешь что-то в своей работе. Кроме этого, мы постоянно проводим семинары, шоу, постоянно идут какие-то курсы в Академии. Поэтому у меня есть очень много возможностей работать с командой, что позволяет сформировать такой сильный костяк. Базовый курс стоит 13 тысяч фунтов и длится 9 месяцев, чуть больше 9 месяцев на неделю. Они устраиваются в различные компании, в основном в Лондоне. Большинство из них изначально хотят остаться в Лондоне, и я очень счастлив, что наши выпускники находят работу в очень хороших местах. Они не устраиваются в салоны низкого класса. Все они находят работу в качестве стилистов в очень хороших салонах. Мне кажется, это очень хороший комплимент преподавателям, ну и им, конечно, за приложенные усилия. Уже было шесть выпусков базового курса. Поскольку это длительный курс, и мы довольно маленькая Академия, мы можем вести только одну группу. До конца этого года у нас уже нет мест. Максимум восемь человек. Мы предпочитаем, чтобы в группе было шесть человек, но вынуждены увеличивать группу до восьми. Тем не менее, это отличная пропорция соотношения студентов на одного преподавателя. Это позволяет уделять студентам действительно необходимое время, работать над их навыками, подходом в работе. Ну, примерно она может начинаться от 12 до 15 тысяч фунтов в год. Ну и, конечно, в зависимости от салона, в какой части города он расположен. Опытный стилист может зарабатывать до 100 тысяч фунтов стерлинга в год, но у таких мастеров очень маленький процент, поскольку зарплата формируется из процентов. А ты очень загруженный мастер, и твои услуги стоят очень дорого. Следовательно, большая зарплата. В большинстве салонов предоставляют исключительно процент. Только ключевые сотрудники салона могут получать ставку, так как они в меньшей мере должны обслуживать клиентов, они генерируют меньшую кассу, но отвечают за подготовку всего персонала салона. Но в целом, зарплата парикмахера формируется из процента от выручки. Все наши подразделения, это и академия, и салон, расположены в одном помещении. Поэтому для меня мы как бы делаем два дела одновременно. И сейчас мы запустили программу франчайзинга, которая направлена на развитие сети салонов. Просто для открытия академии нужно приложить гораздо больше усилий. Это более сложный процесс. А вот открыть салон, тем более по системе франчайзинга, это значительно проще. Более доступный для большинства парикмахеров способ стать частью команды Seiko, получить очень хорошее обучение, которое позволит поднять уровень салона и поддерживать высокие стандарты в салоне. Но при этом это дает возможность сохранить свою индивидуальность и систему бизнес-управления. Поскольку у нас есть свой интернет-ресурс, мы делаем примерно 4 фотосъемки в год. Это довольно много, но мы делаем их для различных целей. Некоторые это просто сезонные коллекции, иногда это специальные проекты. Самая главная презентация коллекции у нас проходит в октябре, на выставке Salon International. Там мы представляем нашу коллекцию сезона «Весна-лето». В этом году мы презентовали три коллекции. Это была трилогия образов, которую мы демонстрируем на семинарах и шоу в течение всего года. Помимо этого, что-то еще возникает в процессе. Да, но это стоит того. Несмотря на то, что это супердорого, мы должны это делать. Нужно платить фотографу, за аренду студии, за услуги визажистов, и это не считая времени, которое тратит твоя команда. Но с другой стороны, это дает столько позитивных моментов. Это потрясающий опыт для всех, кто участвует в процессе. Это очень хорошо для формирования команды. Это также дает нам возможность формировать свой имидж и оставаться на гребне, если хотите. Я всегда выслушиваю чьи-то идеи, мнения членов команды. Конечно, окончательное решение, сказать «да» или «нет», лежит на мне. Но я стараюсь быть максимально открытым к предложениям, выслушивать максимум идей, а среди них уже выбрать те, которые будут отражать нашу философию, стилистику. Нам очень повезло, что многие люди работают на различных фэшн-съемках, на показах в Париже, Нью-Йорке, Милане, на Лондон Фэшн Вик. Они постоянно работают с потрясающе талантливыми и творческими людьми, что дает им возможность генерировать потрясающие идеи. Я бы посоветовал несколько вещей. Прежде всего, я бы посоветовал им очень многое старательно работать, отдаваться на все 100% работе и учебе. Именно в начале профессиональной деятельности формируется фундамент для дальнейшей карьеры. Вокруг молодого мастера всегда есть очень много более опытных и успешных мастеров, у которых есть чему поучиться. Постарайтесь впитывать эти знания как губка, наблюдая за их работой. А во-вторых, вы должны получать от этого удовольствие. Быть парикмахером – это довольно тяжелая работа, но в то же время она очень благодарна, если ты получаешь от нее удовольствие. Просто плоды придут чуть позже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова